Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Страх, что подумают люди, из-за этого огромное внутреннее напряжение и скованность. Просто идти гулять в людном месте мне будет некомфортно, нарушается походка, если кто-то смотрит, и внутренняя тревога. Мысли примерно такие, сейчас подумают, что губы накачала, айфон последний не смогла купить, или ой, айфон последний купил, а пришли не смогла вылечить. Такое всегда в общественном транспорте и местах, всегда огромное напряжение. Если что-то нужно спросить, отстоять свое, сказать о позиции, не толкайте, страха абсолютно нет. А вот она прячет девушке, спросить, где она так красиво покрасла волосы. Я общительный, много друзей, с этим проблем нет. Работаю, учусь, хочу, чтобы подсказали, что это, и хочу это убрать. Очень мешает жить, из-за этого попутная депрессия. Спрашивает Мария. В первую очередь, если у вас депрессия, вам нужно обратиться к врачу и продиагностировать наличие или отсутствие депрессии. Если депрессия будет обнаружена, необходимы препараты, поддерживающие, соответственно, эти препараты позволят вам эффективнее заниматься психотерапией. Психотерапия не является медикаментозной. В данном случае медикаменты в данном случае носят исключительно поддерживающий характер. Поэтому это нужно учитывать. Следующий момент. Если говорить о том, что это, то это внутреннее обесценивание себя и, условно говоря, комплекс неполноценности. Мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович говорит о том, что у вас страх быть отвернутой и, возможно, страх, я ни в коем случае не отступаю в какое-то противоречие, противоборство. С ним я просто говорю о том, что более глобальная проблема заключается именно в том, что у вас комплекс неполноценности. Потому что даже если у вас есть страх быть отвернутой, то это все равно означает, что вы допускаете, что вас отвернут почему-то. Вот. То есть именно вот почему-то вас должны отвернуть, почему-то вас должны оценить. Вот почему-то вас должны оценить именно вот негативно. И в общем-то этот комплекс, комплекс неполноценности, вот. Это восприятие себя с такой позиции, что со мной что-то не так. Это восприятие себя с позиции, что я какая-то не такая, вот, что я какая-то неправильная и так далее. Это недоверие себе. Такое вот тотальное недоверие себе. И, как бы, смещение в данном случае фокуса, получается, внимание, с себя на окружающих. То есть от окружающих зависит, грубо говоря, то, как вы будете себя чувствовать, как вы будете себя ощущать. К себе вы не прислушиваете. Возможно, имеется сравнивание себя с другими людьми. Происходит это, в частности, в том случае, когда вы не получали обратную связь на то, что вам важно. То есть на какие-то важные моменты для вас вы не получали обратной связи. Соответственно, привыкли полагаться на других людей. Возможно, имеет место быть отношение либо со строгими родителями, либо, наоборот, с родителями достаточно такими вот. Вот привозными, я бы сказал, инстантильными. То есть инстантильность в данном случае ни в коем случае не стоит понимать, как обвинение там в какой-то детскости и так далее. Инстантильность – это именно вот невозможность опереться на себя. Отказ от своего собственного отношения к чему-то. Например, если вы говорите о том, что о вас подумают люди, то здесь вы делаете упор конкретно на окружающих. При этом вы пытаетесь думать о них, вы пытаетесь додумывать о них, что является проекцией, то есть наделением какого-то вот качества, наделением каким-то качеством человека, у которого этого качества нет, но есть при этом у вас. То есть если вы, например, злитесь, если вы, например, негадуете, если вы, например, испытываете какие-то чувства, то вам кажется, что эти чувства есть у другого человека, но нет у вас. А на самом деле эти чувства у вас. Вот. Здесь в контексте того, что люди подумают, вы приписываете людям то, что думаете сами. То есть если вам что-то важно, то вы соответственно, конечно, будете как-то вот приписывать это людям. То есть, ну, предполагать, что у человека есть вот такое отношение, такое восприятие. Почему-то вы думаете, что людям интересно вот, что вы там сделали, да, что вы накачали, что вы купили и так далее. Ну, по большому счёту, людям интересно только они сами. Вот. Людям не интересны другие люди. Но вы-то себе не очень интересны, как бы. Вот. И, и, получается, что интерес к себе вы таким образом компенсируете за счёт приписывания интереса к своей персоне другим людям. Вот. Ну, согласитесь, костыли жуткие. Вот, согласитесь. Соответственно, от этих костелей нужно избавляться, потому что интерес к себе это нормально, это естественно, но то, как вы это делаете, в данном случае вызывает, конечно, достаточно серьёзные вопросы и сомнения в эффективности и, ну, как бы, полезности такого способа. Вот. Ну, вы сами, в принципе, я думаю, это чувствуете, сами, в принципе, в принципе, я думаю, это знаете. Смущает ваш вопрос, касаемо того, как это убрать. Дело в том, что это наводит на мысль, что вы предполагаете, что можете убрать это сами. К сожалению, нет. Это можно сделать на психотерапии, то есть процесс работы с психологом. Вот. Выбирайте таким образом специалисты, начинайте работать, мы вам сразу поможем. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии, то есть начальных постулатов, с которых всё начнётся. Удачи! Спасибо.